Ну что ж, дорогие друзья, пора для нашего проекта сделать механизм под названием паровозик. Таким я его примерно представляю. Мне понравился он такой. А теперь возьмем чертежик и он тут имидж. Вот тут имидж, референс. Возьмем вот такое. Нашел в пиндересте. Так, сразу же скажу, что транспарент у нас. Опа! Неправильно стоит. Потому что мы неправильно стояли тоже. Вот так стать. Вот. Сюда же потом загружать. Ференс. Вот так туда будет правильно. Все. Вот он встал. Мы его сейчас увеличим. Еще раз увеличим. Да? Вернее джи, да? Не видимо ничего. Поэтому мы сейчас транспарент сделаем. Вот так вот. Где-то вот здесь расположим. Все прекрасно. Начнем мы с вами с колес. Так. И сколько у них здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, пятнадцать, шестнадцать, шестнадцать. Ну и мы шестнадцать возьмем. Да? Давайте возьмем цилиндрик. Скажем вам шестнадцать. Развернем по их сумма девяносто. Так, отлично. Теперь S. Так, это радиус, это... Вот. Так где-то сделаем. Потом Перейдем в режим Редактирование. Скажем Ctrl-R. Сюда Выберем Выберем С нажатием Alt. Все. Вот это. Ctrl Alt-E Extrude По-нормалям Так вот. Все. Отлично. Ну, тут... Давайте выберем вот это и вот это. Скажем, где... Оооо Пока не трогаем контроллер и контроллер вот сюда поставим подождите теперь скажем так так здесь вот так не сделали да сюда подведем этот уже подвести вас так это будет правильно все потому что я хочу сейчас выделить это потом сказал и делать теперь назад так ну а далее уже проще мы будем с вами по одиночке выбирать вот те сожалению сразу не получится и говорит что это итак пройтись по всей теперь теперь нам надо с вами выбрать все вот вот ребрышки скажите почему я так много внимания уделяю какому-то колесу потому что в паровозе колесо очень декоративное и грех не воспользоваться этим так как я еще продаю эти картинки на стоках то естественно у меня будет большим на маленькой то вот здесь картинки не видно будет а вот на и большого увеличения я делаю большое разрешение то там да посему я сейчас выберу вот эти все ребра эти вот вот эти здесь вот а потом сделаем бавильчик ну вот я не забыл давайте теперь ctrl v примем ну так будет декоративно ну так у нас вот колесико получилось последнее что нам нужно сделать еще это вот тут он тоже понял ну он хочет ну заставим сейчас так мы сейчас выберем это все пойдем дистанция 96 вертиклей изменила это хорошо ctrl v ctrl v и все решаемо теперь здесь возьмем 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 скажем и и нет сначала надо было сказать и утопить эту штуку так потом сказать и вытащить ее оттуда и чуть-чуть чуть-чуть так и сказать ctrl v таким образом у нас будет очень симпатичное колесо вот вот так можно конечно вот это увеличить немножко его как бы она худенькая получилась немножечко это без проблем нетмод s y вот все прекрасное колесико которое можем всегда превратить если захотим конечно так как у нас топология все правильно все движет ну вот можно сделать таким его единственное что вот здесь поставить дополнительное эти и будет круглого колесика отлично но нам пока это не надо нам не угрожает поэтому берем то есть вот таких четыре колеса ну не знаю маленькое наверное придется отдельно сделать здесь у нас 16 а тут может быть сделать ну не знаю 14 может быть посмотрим всяком случае вот колесо готово сколько времени у нас ушло 14 минут нормально следующее видео будем уже котел делать и так далее так давайте поставим на место это колесико так что такое цилиндра да и меньше тонутного состояния то еще чуть увеличим теперь ну так вот шифты по иксу поставили ну и теперь здесь нам нужно посмотреть эти колесики маленькие сколько здесь так если взять 1 2 3 4 5 6 7 8 8 есть если мы просто перенесем уменьшим это будет перебор поэтому дорогие друзья я вам советую просто повторить то же самое с разницей только в том что у вас будет 8 ну или там 10 спиц вернее пространство этих ну а мы с вами встретимся в следующем видео нам о вот за ту некоторым так о мне ну да там Продолжение следует...